Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей прошлой передаче мы начали крайне интересную и, самое главное, актуальную и важную тему – тему нравственного закона в человеке. Сегодня мы ее продолжим с нашим православным экспертом, священником, протеереем Максимом Кокаревым. Здравствуйте, Байчук! Добрый день, Алексей Сергий. Добрый день, дорогие друзья! Прошлая передача, как и все наши передачи, закончилась неожиданно для нас. И мы немножечко не успели, собственно, ответить на вопрос о христианском законе. И вот сегодня я бы хотел поговорить в большей степени о нравственном сознании, как оно формируется в человеке, и как оно функционирует в человеке. Ну и для того, чтобы перебросить мостик к нашей предыдущей передаче, давайте все-таки начнем вот именно с этого. В чем же принципиальное отличие нового христового нравственного закона? То есть, вот что же Христос в качестве нового сообщил человеку? Дело даже, может быть, не столько в том, что нового, потому что, в принципе, скажем так, мы не видим, чтобы Христос давал радикально новые заповеди, которые бы входили в какое-то противоречие. То есть, фактически, он придает новое качественное. Мы сейчас не говорим о том, что главное, что принес Христос, это даже не мораль. То есть, он принес себя. То есть, мы оставляем пока это за скобками. Поэтому мы поговорим именно с точки зрения мораль. То есть, фактически, то, что он сделал, это было доведение до некого логического завершения тех задатков, еще которые были даны в Ветхом Завете. Потому что всегда Ветхий Завет относится с новым как некая еще неполная реальность, как некая еще гадательная, как говорит апостол Павел, мы не все ясно понимаем, как бы через мутное стекло. То есть, мы можем догадываться о некоторых вещах. То есть, Христос предельно ясно, во-первых, расставляет. Во-вторых, он углубляет. То есть, он придает тем же заповедям, то есть, новых-то по большому счету, таких-то совершенно не вносит, но он такое измерение новое придает, такую глубину, что это действительно обновление, то есть, действительно воспринимается. То есть, вроде то же самое, и слова похожие, да, и учат он похожие. А надо понимать, то есть, мы даже читаем в некоторых местах Евангелия, где вот он сказал что-то, и часть людей настолько смутилась, что от него отошла, перестала быть учениками. Есть такое не одно в Евангелии упоминание. То есть, настолько это входило в противоречие с тем, чему их учили до, и с тем, как их учили воспринимать заповеди, да, и закон Моисеев, и хорошо знакомые, да, и Писание, и так далее. И самый яркий пример, конечно, это Нагорная проповедь. То есть, Нагорная проповедь такая квинтэссенция. То есть, вот если мы поищем, ну, если в Ветхом Завете это 10 заповедей Моисеевых, и все, что вокруг, да, то есть, вот, там, в общей сложности насчитывается, там, как мы знаем, в Иударизме 613 заповедей Тора, они все там сортируют, там, 365 запретительных, 200 чем-то, там, соответственно, положительных, вот, то в Писании квинтэссенция, вот, Нарвоучение Нового Завета, это Нагорная проповедь. Ну, еще очень важны послания апостола Павла. Там очень много в нравственном смысле, конечно, безумно. Это, они очень практичные все, он же пишет, да, по живым, совершенно поводам, по живым смыслам. Вот, и, так вот, Нарвостная проповедь, Нагорная проповедь, это такой, это очень объемный текст, он занимает, там, больше двух глав, 5-6-7 глава от Матфея. Многие считают, что это, вряд ли она могла, такой насыщенность по концентрации, она не обязательно была произнесена вот именно так, в одно время, в одном месте. То есть, возможно, то есть, Матфей, когда уже писал, восстанавливал по памяти, многие беседы Христа, как бы, скомпоновал, получилась такая, то есть, это специальная литературная композиция, то есть, в основном, так и для нас удобная. То есть, собраны основные, все нравоучительные, то есть, достаточно прочитать вот эти три главы, чтобы хоть какое-то представление понять. И вот там есть определенные, прям, скажем так, блоки, да, вот, смысловые, то есть, если ее разбирать. И один из первых в начале, там, кроме, собственно, самих знаменитых заповедей блаженства, мы же вот из этой Нагорной проповеди знаем только заповедей блаженства, да, где Господь набрасывает легкими такими штрихами портрет нового человека, человека нового, вот, да, обновляемого во Христе, новая тварь, новое творение, в смысле, вот. А дальше же, это же огромный текст, кроме, собственно, девяти заповедей блаженства, там все остальное часто остается за кадром. И вот там дальше Господь начнет развивать, то есть, этот портрет, который в девяти фразах буквально набросан, каков человек, вот, новый во Христе, и то, что дает Христос затем, это действительно, там даже сама манера подачи материала у него, да, то есть, он отталкивается от ветхозаветных заповедей. То есть, и даже форма подачи, вы слышали, что сказано древними, имея в виду Моисея, не прелюбодействуй. Я же говорю вам, каждый, кто смотрит на женщину, да, уже с мыслями, да, он прелюбодействует в сердце. То есть, тоже для ветхозаветной этики, которая, скорее, это этика поступка, все-таки, сделал грех, не сделал, ну, мы видим, что в основном ветхозаветные заповеди сконцентрированы на поступке. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, да, ну, так сказать, чти о цемете и так далее. Вот, а здесь, по сути, Христос приравнивает внутреннее движение сердца и состояние сердца к реальному поступку. То есть, совершенно не обязательно, чтобы ты пошел и реально соблудил, да, то есть, если это внутри у тебя уже есть, это не значит, что ты лишен этой болезни, ты болен, да, то есть, грех — это вот то, что внутри. То есть, меняется понятие греха, понятие, и добродетели, кстати, тоже. То есть, потом, там дальше идет уже о неких положительных вещах, потом, Господь говорит, вы же слышали, что сказано древними, не убей. Я же говорю вам, каждый гневающийся на брата своего напрасно, да, он уже в каком смысле убийца. То есть, Господь придает знакомым по звучанию совершенно западям действительно абсолютно новое измерение. И для тех, кого воспитывали вот раввины предыдущих поколений, да, вот книжники, фарисеи, да, в таком законническом и, скорее, в буквалистском, формалистском смысле, что, да, то есть, приучая к более точному, предельному развлечению подробностей, да, вот эти вот, наградив огромное количество еще и дополнительных западей, да, и оградив огромным чистоколом вот эту великую западь о субботе, куча всяких вот этих мелочей, да, вот нельзя даже вплоть до там колосси брать и растирать руками, пеняли христовым ученикам. Вот это все, это то, что Христос называет отцеживанием комара и поглощением верблюда, да, то есть, когда пытаешься процедить вот в крынку, да, да, чтобы не попала какая-то мелкая конструкция, при этом верблюд проскакивает. То есть, вот, любви при этом нет, да, то есть, самого главного. То есть, Христос меняет все, то есть, западе остается те же, то есть, для нас поэтому тоже актуально, ведь нам никто не отменил себе западе ветхого за это, только мы их видим совершенно по-другому, это совершенно иное видение. И не только к греху новые отношения, то есть, грех — это не поступок, а грех — это внутри, это болезнь души, это вот чисто христианская вещь. То есть, до этого грех, скорее, тут реально дело какое-то, реальный поступок. Но и к добродетели даже иное отношение, потому что сначала поговорив, раскрыв запретительные вот эти запады, как их следует понимать этому новому человеку, человеку Евангелия, дальше Господь переходит в следующий блок о добрых делах. Это же все в Нагорной пропаде, где он говорит о посте, сейчас очень актуально, о милостыне, о добрых делах, да, и тоже очень сильно все поворачивается. Оказывается, ценность не в самих делах добрых, так же, как и самая большая беда не в самом грехе, а в том, что внутри. Грех — это уже симптом. То есть, внешне, когда человек что-то делает, это симптом. А болезнь-то, она гораздо глубже. И здесь то же самое. Недостаточно просто пойти и сделать доброе дело. Нужно еще постараться сделать это так, чтобы при этом не турбить об этом, не искать славы, не искать благодарности. То есть, когда творишь милостыню, пусть у тебя правая рука не знает, что делает левая. Понимаете? Причем, Христос сразу дает такие парадоксы. Для чего такой парадоксальный язык он избирает, чтобы человек задумался и дальше с этой мыслью жил и развивал. Потому что понятно, что он сразу говорит о тех вещах, которые невозможны. Может, у человека не знает правая рука, что делает левая. Это одна часть человека. Ну, конечно, нет. Это парадокс. Это такая форма подачи. Это такая провокация в хорошем смысле. То есть, Христос в смысле проповеди, он реально провокатор. Он про щеку там. То есть, все такие, как так? Как тебя вообще могут ударить по правой щеке, когда подавляющее большинство правшей тебя по левой, скорее всего, ударит. То есть, как так? Понимаете? Вот все эти вещи. То есть, там еще много не воспринимается буквально. То есть, в одногоднем проповеди Христос вот такие яркие моменты выбрасывает, да, и человек, вот как может, правая рука не знать, что делает левая. Это невозможно, да? Но это как раз такой символическим языком, да, показана ценность. То есть, ценность не в самом поступке, да, а теряется ценность, когда ты вот всем об этом... То же самое, пост. Когда ты постишься, постись не на показ, как делают лицемеры и фарисеи, посыпая голову пеплом, чтобы все видели издалека. Причем, была традиция покаяния, она вроде бы была достаточно почтенная, ветхозаветная, нужно было подчеркивать свою постность, нужно было не мыться какое-то время, посыпать голову пеплом, носить попроще одежду, а то и вообще рубище. Христос говорит, нет, когда постись, помашь голову твоей елеем. То есть, нам сейчас странно, но в Древнем мире это как раз выражение наибольшей радости. То есть, праздники умощали голову елеем в посты, и это было очень понятно. Праздники так, посты вот так, это четкая такая установка. А Христос говорит, нет, ты даже пост свои не делай на показ, потому что иначе он теряет ценность. И молитва. Фарисе любили молитву так, чтобы все видели, что они в нужные часы, они молятся. Говорит, не делайте так, не становитесь на перекрестках, там на углах улиц сказано, и чтобы, так сказать, публично. Когда ты молишься, войди, вклейте свое сказание по-славянски и сотвори молитву. При этом, мы же понимаем, что Христос не отвергает не общей молитвой. Он сам ходил в храм, это было бы странно. Он не отвергает того, что милостью не всегда вознаглаждает. Ну, не каждый может творить добрые дела, как Николай Угодник, ночью, тайком. Иногда ты идешь, помогаешь куда-то в детский дом. То есть это вот вопрос, в том числе, о доброделании. Всегда ли его можно скрыть и нужно ли? И даже здесь вопрос, как и с грехом, не в поступках, а в сердце. Если ты пошел, что-то сделал, об этом кто-то узнал против твоей воли. Но ты не светил, не кричал всем, не нагнал кучу камер, когда делал добрые дела. У нас иногда благотворительность совершается так, что аж страшно на это смотреть. Были какие-то выборы, и бабушке дарили холодильник. Бабушка пожалела несколько раз, что ей его подарили. Я сам видел, там такая маленькая квартира, как еще, вламывается куча, значит, кандидат-депутат, и все его доверенные лица, несколько камер, значит, на телевидении, и бабушке дарили холодильник. Я думаю, бабушка действительно, она там перекрестилась, когда все ушли, и этот холодильник... По неделе убирала квартиру. Да, я думал, что она его может... Да, я не включала этот холодильник, она не будет без особого надобности. То есть вот это вот... Но ведь не всегда человек может скрыть. Вот Николай Угодник и тот, он пытался, а мы все о нем знаем. Под спудом это не бывает. Он пытался делать милостынюю тайну, а мы читаем в житей, его потом на этом грубо говоря, кто-то все равно узнал, и это невозможно. Ты идешь в детский дом, ты идешь в больницу, ты идешь куда-то в хоспис, ты помогаешь, все равно кто-то знает. Директор, сотрудники, ну ты не можешь в маске приходить, как Зора, делать добрые дела. И не в этом смысл, Христос не об этом говорит. В твоем сердце есть желание славы, желание получить эту благодарность, или ты действительно делаешь это бескорыстно, а оно само как-то, ну вот само. То есть это во всем, это в грехе и в добродетели в равной степени. Главное даже не сам поступок, не то, что внешне происходит, а то мотивация, то намерение, скажем, движение сердца. Как в Писании тоже, Господь намерение лапзает, приветствует. Слово лапзает, такое славянское, мы его воспринимаем в более физиологическом смысле, а лапзание — это приветствие радостное, да, то есть Господь приветствует человеческое намерение. То есть и вот эта новизна христианства, совершенно новый подход и к грехам, и к добродетелям, то есть к поступкам. И оказывается, что не менее важно, а даже может быть более важно, то, что внутри у человека. То есть новизна Нового Завета, это тоже тавтология, она в том, что упор делается не на дела, не на поступки, а на сердце человека. Чадо, дашь мне твое сердце. То есть вот это главный такой месседж евангельский, и главное, что Богу от человека не столько нужны дела. Дела — это всегда тоже симптомы, это уже стыдно. Если у человека доброе сердце, дела не будут. Было бы странно, если было бы по-другому. То есть и не они самые важные, а важное как раз то, что внутри. Вот в этом, я считаю, это Новый Завет, новизна в этом. Замечательно. Просто прекрасно, Батюшка. Лучше, наверное, не сформулировать. Мы поговорили о законодателе, да, то есть нравственный закон, как и любой закон, предполагает, что есть законодатель, есть его исполнитель этого закона. И в случае нарушения этого закона мы это называем грех, вот, кто-то называет это просто там проступок, еще как-то ошибка. Кто же... И в этой связи на сцену выходит еще один персонаж, да, законотворчества и законоисполнения. Это судья. Кто же судит-то в конце концов? Если вот взять этот вопрос обширно, то есть еще до страшного суда, кто же судит человека за неисполнение нравственного законодательства? Ну, в первую очередь, Господь дал человеку самому такой механизм. Дело в том, что иногда вообще это употребляют как тождественное выражение, внутренний нравственный закон и совесть. Я бы не сказал, что это абсолютно тождество. Мы говорим, да, мы... То есть, чтобы четко сформулировать, это судья, это совесть, да, скажем так. Но это не совсем то, что вот почему. Нравственный закон шире, чем просто совесть. Нравственный закон — это и теоретическое знание, да, каких-то вещей. А вот совесть — это как раз наиболее... Это санкция нравственного закона, то, что нас понуждает к его исполнению. Причем у нее не только судебная функция, ее нельзя называть только судьей. Это просто... Это именно санкция, это как бы движущая сила нравственного закона. В богословии, но это опять все-таки такое школьное богословие, где все по полочкам раскладывается, да, это может быть все... Жизнь-то она жительствует гораздо более богато. Ну, то есть принято говорить о трех функциях совести главных. Это законодательный, исполнительный и судебный. Но по факту, да, если будем честны, мы сталкиваемся чаще всего с судебной. Мы не слушаем совесть, когда она нам заранее говорит, не делай так, да, или говорит, делай вот так. Это исполняет выбор побуждения, исполняет, делай так, вот так надо поступить, да, вот так. Мы чаще всего на этом этапе не очень... А вот когда уже мы либо не делаем так, как надо, либо делаем, так сказать, да, наоборот, то тут она включается, ее как раз судебная функция. И я считаю, что, ну, вообще-то суд самый, наверное, страшный для человека. Уж сколько написано в литературе, да, мы знаем прекрасно, это вот тема совести человека и того, как она, ну, не знаю, там, ну, Достоевский, ну, сам что-то поверхность, как это постепенно... То есть механизм работы, как это все происходит, там, тот же Раскольников, и не только, ну, вот это очень... Это, в общем, описание вот этой внутренней жизни, этой внутренней работы. То есть это, ну, недаром ее называли, так сказать, народный, это голос Божий в человеке, это такое расхожее христианское название. Так это на самом деле так? Это голос Божий в человеке? Я считаю, что да. Или это проявление такой саморефлексии, самоанализа, мыслительной деятельности, сличения, сопоставления себя с этим. Понимаете, в чем дело? И не без этого. То есть понятно, что человек сам в этом тоже участвует. То есть здесь нельзя говорить, что человек же очень сложный, такой двусоставный, там, из души и из тела, такой организм. Поэтому здесь говорить, что она действует в нем как-то совсем автономно, она вот от Бога, непрестрастная судья, и человек ничего с ней не может сделать. Нет, конечно. И человек его воспринимает как что-то свое, так сказать, внутреннее. Ну, просто верующий это более четко воспринимает, как это внутреннее в него вложено. То есть это как санкция нравственного закона. А поскольку законодатель Господь, то все от него, в том числе и совесть. То есть тут нет такого жесткого противоречия. Но сам человек, конечно, сам человек либо содействует своей совести, либо очень часто, так сказать, всячески пытается как-то, вот, это очень неприятно. То есть это ощущение, ну, кому приятно быть судимым, кому приятно предстоять пред судом. Причем суд своей совести наиболее такой, он всегда с тобой, да, и там тебя могут не поймать, и ты можешь не предстать перед, можешь что-то совершить, и об этом никогда не узнает, но вот это всегда с тобой. И человек действительно, он пытается, то есть к ней можно относиться по-разному. То есть человек все-таки такой чутко настроенный, если мы говорим, в данном случае, еще и по-христиански настроенный, он всегда старается, наоборот, внимательно относиться к своей, и через это она оттачивается. То есть если человек старается слушать, старается проводить некую внутреннюю работу, анализировать и так далее, то есть есть варианты, что как любой инструмент, она будет затачиваться, будет лучше функционировать. И если человек даже, так сказать, не специально ее пытается в себе изничтожить, а просто всячески оттолкнуть, хотя бы не слушать, ведь она тоже не может быть статичной, она динамична, она меняется и в лучшую сторону, и, к сожалению, чаще всего в худшую. Человек раз не послушал, перетерпел этот вот скребущий в себе вот этот, значит, зверя вот этого когтистого, скребущего изнутри, раз, два, перетерпел, три, она же потом все слабее будет реагировать. То есть когда человек совершает один и тот же грех раз за разом, первый раз она его сильно начинает, так сказать, там какие-то внутренние смятения, борения, то есть если человек снова переступает, находит какие-то оправдания, то есть как-то договаривается, что еще раз так говорю, и с каждым разом, ведь она, голос у нее все слабее и слабее. К сожалению, единственное, что говорят святые отцы, ее нельзя совсем уничтожить. Она даже у самого страшного грешника в какой-то момент может вспыхнуть, как из искры. Она тлеет под таким огромным словом пепла, но она где-то там есть. Потому что мы видим, что страшные, казалось бы, неисправимые грешники вдруг, но для этого должно быть какое-то дуновение, которое тут пепел немножко сдвинет, что-то такое, очень часто это без внешнего толчка уже невозможно. Но иногда Господь, да, то есть все-таки промысел Божий, а человек это и есть, и Господь ставит человека в такие условия, где вот она может возгореться. Ну, это покаяние. Мы видим разбойника на кресте, уж вся жизнь, то есть, ну, казалось бы, сложился человек, когда абсолютный подлез, судя по всему, и руки по локоть крови, и ничего там вообще близко, никакого народного закона нет, однако оказалось, что это просто парадоксы христианства, первым в раю и так далее. То есть ее убить совсем, мне кажется, невозможно. Но приглушить и как-то всю жизнь жить так, как будто ее нет, стараться ее в какой-то самый темный угол загнать, это, да, это то, что, скажем так, грех делает с человеком, это искажение. То есть с точки зрения христианской этики нельзя назвать человека бессовестным? Совсем? Мне кажется, вот в таком, в онтологическом каком-то смысле, совсем вот просто сказать, что это некое состояние, нет, нельзя. Это скорее такое морально-оценочное такое высказывание. Это когда мы, то есть, я не знаю, почему, вот у моей бабушки, и вообще поколение, наверное, нашей бабушки, самое страшное ругательство. То есть они не употребляли более крепких слов, но для них сказать бессовестно, это просто, ну, все это, ну, это почти человек, то есть если совесть это обязательно элемент образа Божьего, человек без совести, это человек уже, ну, скажем так, потерявший, да, образ Божьего в себе, это очень страшно, и сказать человеку, ты бессовестный, они не так уж часто тоже бросаются этим словом. Это мы сейчас, мы можем там детям или кому-то там в воспитательных целях или просто так говорить это слово там, оно тоже затирается. Вопрос в прошлой передаче поднял там о смыслах, это страшное слово, да, и мы не вдумываемся, если человек действительно бессовестный, то максимально ее там, сказать, то есть она где-то, может быть, там и тлеет, но вот ее не видно, ее действий нет, человек живет так, как будто ее нет. То есть вот мы видим, она может и есть, но мы видим поступки человека, понимаем, что человек как будто совсем без совести живет. И это страшная ситуация, и слово страшное. И вот мы как-то... А Христос в Евангелии не то имел в виду под словом рака? Помните на евангельское, когда ты скажешь своему человеку пустой рака, то повинен гиене огненное. Я, ну, тут это вопрос в том числе и к знатокам лучшим слов, это вопрос к знатокам греческого текста, там, да, и вообще терминологии. Ну, вообще это похоже. У апостола Павла есть выражение, похоже, люди с сожженной совестью. То есть это ее почти нет. Вот это вот сожженная совесть, это у апостола Павла самое страшное состояние у человека, которое может вообще быть. Вот симптомы говорения совести внутри, это чувство стыда, чувство вины иногда, да, которое возникает. Мне бы вот хотелось параллель какую-то протянуть, провести. Вот чувство стыдливости, которое, ну, мы иногда наблюдаем в людях, им там, скажем, сложно поднять руку в аудитории, чтобы ответить. Вот всего они как бы вот стыдятся, боятся там себя каким-то погадать. И чувство смирения, вот это вещи, они идентичные или нет? Вот стыдливость, совесть какая-то такая? Нет, не совсем. Если, наверное, если брать то, о чем вы сейчас сказали, то есть даже, наверное, это не стыдливость в прямом смысле. Стыд все-таки это нравственная категория, это осмысленно. Когда человеку нечего стыдится, он просто стесняется. Это некая, это вот психологическая проблема, это что-то в семье, это что-то еще где-то, да, человек просто так воспитывает, может быть, где-то затюкали, постоянно говорили, что ты, так сказать, никуда не годен, и человеку нет, и самооценка очень... Это как раз плохо, да. Заниженная, искусственно заниженная самооценка, это ничем не лучше, чем искусственно завышенная, когда человек, да, там, то есть вот такой, когда гордыня развивается. То есть тоже ничем не лучше, поскольку производит целую массу за собой, влечет психических расстройств, и человек может довести, то есть до полного замыкания в себе, до полного такого, искусственного, причем человек, может быть, и не родился с такой склонностью, какого-то такого интроверства, да, и человек на грани уже, то есть я знаю таких людей, человек уже ведет себя, не всегда, так сказать, ему сложно социализироваться, человек, ну, на грани аутизм какой-то, да, то есть у меня возникает периодически такий. Вот. А вообще стыдливость как нравственная категория немножко не то. То есть это, вот, причем в чем разница именно между стыдом и совестью? У нас говорят, ни стыда, ни совесть, это вещи все-таки разные. Да, тоже там, не стыда. Это уж совсем когда. То есть это, ну, вообще, если совесть такая положительная, в том числе, когда она там подвигает что-то делать, то стыд это ощущение такой вот дискомфорта жесткого, когда ты что-то совершил греховное, ну, если бы говорили словами христианскими, да, ты согрешил, и это стало известно другим. Вот в стыде главное свидетельство внешних. То есть есть, конечно, понятие стыд перед самим собой, но это, скорее, уже совесть и есть, это совесть. А стыд, вот, по крайней мере, мы смотрим, как это слово употребляется в Писании. Вот там, если человек, грех человеческий или позор какой-то человеческий был публичным, вот там употребляется слово стыд, да, когда он там, так сказать, ну, потерпел какой-то, там, и о царях, там, о Давиде, о Сауле, там, какое-то поражение публичное, да, или что-то такое. То есть для стыда важна вот категория, скажем так, все-таки того, что об этом кто-то узнал, да, то есть это такое вот, стыдился перед кем-то. Вот, а совесть это более, поэтому говорят, что стыд это самая действительно элементарная форма нравственного сознания, потому что это еще далеко не вершина. Вот совесть, да, совесть, она с тобой даже никто не видит. То есть совесть это самый, совесть, как понимается в нашем богословии, как основной, универсальный такой элемент нравственного сознания. А стыд это такой вот базовый, что ли, минимальный. То есть у человека, может быть, не очень развита совесть, такая внутренняя вот такая, вот эта рефлексия, анализ, да, и своих поступков. Но стыдно всем, когда вот эта прилюдность, вот тут стыдно всем. И когда даже это теряется, когда даже человеку перед людьми не стыдно, вот это не стыдание совести, это уже, ну вообще тоже, человек может быть, еще раз подчеркну, человек может быть не очень совестлив, у него может не очень быть отточен, но перед людьми ему стыдно практически всем. И потеря стыда, это еще хуже, наверное, чем что-то, что можно себе представить. Поэтому стыд как первичное, он и возникает. Вот если мы говорим о возрастном психологии, Стыд возникает, наверное, как и едва ли не самое первое такое ощущение. То есть мы не можем сказать, что совесть так рано развивается у человека, все-таки это более сложное такое, если говорить о наростном сознании, это более сложное такое. А стыд, да, это базовая, элементарная такая опция наростного сознания. Но здесь вот она отличается тем, что здесь важен элемент внешний. И когда, кстати, вот полное отсутствие вот этого ощущения стыда перед внешним, когда мне все равно, что обо мне внешне подумают, некоторые этим гордятся, мне все равно, что обо мне с одной стороны. Но самое страшное, что когда это осознанно, когда это человек, сложившийся так, вот такая сложившаяся позиция, это знаете, о чем свидетельствует? Это, можно сказать, что это предельная степень гордыни. Мне плевать, что обо мне подумали остальные, я вообще не покраснею. То есть вот говорят же, что фраза такая есть, что лицемерие, по-моему, последнее прибежище добродетели, как-то так, да, что иногда человек добрые дела делает хотя бы, чтобы в нем внешние ощущения было положительные, некий имидж. Когда человеку даже на это, грубо говоря, наплевать, то есть у него нет никаких, понятно, что это невысокая степень, когда человек делает что-то только для того, чтобы вот казаться хорошим, но хотя бы какие-то хорошие вещи он совершает. А вот когда ему совершенно все равно давнение, и он никакого стыда не испытывает ни в каких ситуациях, это в каком-то смысле, это такая холодная абсолютная гордыня. То есть есть мое «я» и мне абсолютно все равно. Спасибо, батюшка, за содержательную беседу. С вами мы, дорогие друзья, прощаемся на сегодня. В следующей передаче мы продолжим столь интересный разговор. До скорых встреч. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова